сегодня я и мои помощники прибыли на адрес улица первомайская дом 7 вчера здесь произошла очень неприятная ситуация с учетом того что этот дом аварийный вчера произошло отделение пола от стены на 4 сантиметра срочно были вызваны аварийной службы мы включились вот и жители сейчас оперативно расселяют я боялся что у меня не все нормально у меня болело горло два дня я наверное из-за того что у меня было активный январь месяц в плане с 1 января постоянно тренировки и макет чуть ослаб сейчас все нормально не переживайте а поэтому вчера был на телефоне благо дима и все остальные помощники они молодцы почему они до последнего были помогали людей перевозить гостиницы когда уже есть служба 112 нас отфутболила у нас не было пониманием вообще нет вы когда позвонили я позвонил уже 112 в этот момент у меня начали сводить с оперативным дежурным оперативным дежурным в этот момент разговаривала с димой она переключилась на меня я еще позвонил до этого мирышниченко там уже началось какое-то реагирование потом низкий конечно поклон еще отдельным стоящим руководителю верка мало на у нас да и борис ефимович слове то есть оперативного подъехал он ее вызвал в этом плане да я честно и вот честно я не ожидала что администрации дернете сюда то есть он к этому чест приезжали я бы не то спасла любить мысли чага теншу не могут приедут и он очень оперативно организовал вот здесь вот так и они на связи были по сей день пока решался вот этот вопрос ночевать вы будете здесь в гостинице за нами мира вы уже ночевать в этом доме не будет ночевать нам не разрешили мы можем в течение дня тихонечко собирать вещи и здесь подвале на стене было отслоение там три пальца сейчас войдет то есть она тоже отошло из восьми три лопнула все-таки лопнула из восьми три лопнула это за активировали да потому что когда я звонил комиссару ему доложил управляющих компания что маячки стоят все на месте все замечательно а потом уже попозже они лопнули начали конечно управляющая компания нормально сработала оперативно быстро они тоже здесь были допоздна рано утром еще до комиссарова они сюда приехали все службы сказать что в общем мы вас отсюда усиляем собирайте вещи я еще в марте когда был снимал репортаж когда поставили подпорки а вы заметили это что непосредственно в квартире правильно квартире у людей проживающих у них на кухне ушел пол на семь сантиметров ушла стена мы вызвали управляющую компанию ранним утром они оперативно приехали пока главный инженер вызванивал службу спасения для того чтобы это все заактировать их строительный отдел возводил противоаварийный опор то есть не дожидаясь отмашки администрации они оперативно сами приняли решение поставили противоаварийный опор и установили маячки за которым собственно раз в три дня они ну подотчетно под учетные контролируют мучки они все с этой стороны вот они вот мачки эти балки двигаются маячки лопаются это маячки строительный тип что-то шпаклевки они сказали что за нами гостиничные номера выделены вчера фронт закреплены до момента полного расселения пока не придут не опечатают подъезд подвесками будет закрытый газ уже отключили гостиницу вас отвезут в гостинице вы сколько проживете они завтра нас хотят на новое жилье грузовые машины привозить и увозить нас утром вызывает нас куми так вот эту балку вывернула трешина в шестинад на вчерашний момент мчс заключения было 30 сантиметров она с каждым часом расползается или выкрутила и она ползет она прям расползается тут перекрыть у нас деревянные но сама балками у нас полностью нас железобетонный только лестничный марш это единственно безопасное место все остальное у нас все деревянная главный очаг пошел именно отсюда и вот и и у них и повело вот балку вывернулась у нас и он все квартиры тоже не он и вывела не она пошла то есть любой момент будет даже помощь и раз заходили заряну расползлось как она шевелится она ползет дим сморяна видишь еще сюда хлистануло это было вот а вот это хлистануло она дальше движется видно за счет того что там палки ползут она движется короче смотрите здесь еще появилась и вчера строитель смотрели вот она правильно стена уходит и вон она это за начну метод мы вчера просто не показывали то есть неизвестно когда трещина образовывалась но ну я надеюсь что в скором времени все разрешится мы будем жить в таких условиях очень страшно самое главное что без всяких жертв и оперативно сработали вчера службы ладно спасибо я считаю самое главное что вчера все сработали оперативно и не допустили образовывали обрушения потому что вот на это есть слово русская вось полагаться это не сделал на свою очередь смотрите я скажу следующее что вчера вечером когда случился данный инцидент с домом да начали движение палок создалась угроза жизни здоровья проживающих здесь людей единственный возможным выходом оперативного решения мы нашли в лице или сергеевича оперативно среагировал огромная ему за это благодарность от лица жильцов я хочу на сергеевича поблагодарить за оперативность даже дистанционно не имея возможности приехать сюда на данный аварийный объект он дистанционно достаточно оперативно разрешил скорое прибытие представители с администрации представители спасательных служб да которые в общем исключили возможность может быть до несчастного случая на вчерашний момент отдельно хочу поблагодарить помощников или сергеевича ребят это александр 2 дмитрия надеюсь я сергеевич выдаст им премию хорошую премию потому что ребята были с нами до последнего они нас не бросили даже в тот момент когда было полное непонимание и наверное эмоционального какого-то опустошения потому что но действительно ситуация патовая добиться в определенный момент не мне было понимание вообще будет решать администрация что-то или не будет ребята нас не бросили они также звонили куда могли все свои ресурсы подключили и были с нами до последнего момента то есть помогали развозить жильцов в гостиницу которую предоставляли для временного пребывания вот и мы огромное за это спасибо нас не бросили до сожалению от чиновников редко такое встречается правда кавалерская и соловьев вчера тоже сработали достаточно борис ефимович оперативно приехал причем да он со мной связался уточнил что за проблемы я ему объяснила он сказал не переживайте я выезжаю он лично приехал хотя у них был на другом объекте тоже было чп там какой-то некий пожар крупный он оставил там видимо своих помощников которые решали этот вопрос сюда приехал и в общем-то подключился к решению данного вопроса за что также отдельная благодарность спасибо ладно вы если что обращайтесь сейчас какие-то если по потребуется по перевозке если завтра у вас получается вам должны выдать ключи от квартир сразу звонить будем работать на месте ладно александр спасибо не тяжкие трубки илья сергеевич из премии выдастся мне сообщить это счет